Вся эта шумиха, которую пытается поднимать руководство Ново-Рязанской ТЭЦ, блеф и попытка расставить фальшивый акцент. Это сразу станет ясно, если взглянуть на финансовое сальдо тепловиков за последние несколько лет. Цифры вещь упрямая, и даже подключение сбитых летчиков советской журналистики здесь явно не поможет. Короткая справка. 2015 год, аналитика. ТЭЦ получила выручку 5 миллиардов рублей, прибыль 143 миллиона чистую, уплатила арендной платы в город за используемое имущество 25 миллионов рублей. 2016 год. ТЭЦ выручку получила уже 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль у ТЭЦ, у Ново-Рязанской ТЭЦ 522 миллиона рублей, в город заплатила арендной платы ноль. Вам не кажется странным почти четырехкратное увеличение прибыли? У них что, резко повалил золотой дождь? Очень похоже. И мы даже предполагаем, откуда эту тихую оккупацию муниципального имущества теплоэнергетики начали еще 6 лет назад. Из договора аренды с городскими властями стали исчезать объекты. Где-то поменьше, где-то совсем крупные. На сегодня, по словам заммэра Владимира Бурмистрова, выведено уже 176 позиций. Котлы, насосы, паропроводы якобы износились. 13 из них, между тем, приватизировали, включая мощный турбогенератор ТВС-30. Мы подняли все эти объекты, проанализировали их. Среди них обратили внимание на один из крупных объектов, на турбину с генератором номер 4 ТВС-30, которая была приватизирована в 2016 году. Механизм простой. Сначала было уведомление о выводе из эксплуатации, потом выход на приватизацию, выбрасывание данной турбины, которую потом оказалось, что у нее был парковый ресурс, что она рабочая была. На место старой турбины установили новую за 1,2 млрд. Причем, обратите внимание, собственных денег Новорязанская ТЭЦ не потратила ни копейки. Все взяла через повышение тарифов. В общем, у населения, у вас, уважаемые рязанцы. Что же касается ветхого турбогенератора, то его продали за 2 млн. 400 тыс. Что, простите? Даже по объявлению ТВС-30 1970 года выпуска сегодня торгуют за сумму на порядок выше. Резонный вопрос. А разница-то где, товарищи арендаторы? Или уже хозяева? Все эти кивоки на изначальный тариф в 814 рублей и его наценкой в тысячу попытка увести общественное мнение в сторону, как будто в Новорязанской ТЭЦ не знают, что такое магистральные сети и сколько нужно ресурсов, чтобы разогнать тепло по трубам? Это 535 километров тепловых сетей. 535 километров. Из них 125 километров магистральных тепловых сетей. О чем это говорит? Это говорит о том, что диаметр трубопроводов от метра, то есть 1000 мм, до полуметра. Это серьезнейшие сооружения. А также 407 километров внутриквартальных тепловых сетей. Для того, чтобы тепло пришло в каждый рязанский дом, его разгоняют 12 насосных станций. Их обслуживание – тоже часть тарифа, которую используют по назначению. А вот производители считают, что именно они в угоду собственных интересов могут решать единолично. И если что-то не так, просто в наглую, что называется, перекрывать клапан. Накануне отопительного сезона. В 2010-м такой шантаж пресекла прокуратура. В этот раз тоже. И без ее глубокого погружения, похоже, снова не обойтись. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok